1 января 2021 года для меня знаменательная дата тем что я наконец-таки закончил книгу онкология лечение профилактика народными средствами я думаю эта книга обязательно должна быть у каждого кто болеет этим заболеванием чтобы у него создался общее представление вот знаете интересная вещь вот когда сделают какой-то там ремонт машины квартиры там еще что-нибудь еще что-нибудь и накосячат как правило заставляют переделывать либо же просто-напросто не заплатят работа-то не выполнена что касается онкологии лечили лечили человека выдаили из него все что можно вдобавок он умер и ничего родственникам не возвращают хотя они собирали деньги занимали влезали в долги чтобы как-то там помочь все кучка села чем значит хороша моя книга онкология лечения профилактика народными средствами я как автора ее представлю но прежде всего меня самого вот поражает это то что мои книги как правило насыщены информацией огромным объемом информации вот смотрите содержание место вступления место вступления что я здесь рассказываю я рассказываю о лечении онкологии разные подходы разные результаты там моя справка моя справка там инфекции а именно на дневнике 19-летней насти ее диагноз острый лимфобластит лейкоз или лимфобластный лейкоз поражением центральной нервной системы вот она вела дневник что делали то есть на основании вот этого дневника я разбираю современное лечение что она делает человеком настя там как человек непосредственно участвующий в этом процессе прекрасно все это написала рассказала и и история очень поучительно к сожалению ты увеличили лечили собирали деньги на пересадку мозга а в концовке я так и не нашел вылечили или не вылечили вообще там такие знаете ужасные вещи денег нету все что можно родители продали плюс хотят брать костный мозг у ее маленького братика которому там лет там шесть наверное вот нет заменили на то что будут братью матери далее разговор с больным что я тут разговариваю кстати прогноз выживаемости при раке почитайте очень интересная вещь мы то думали что нам там повлечили и мы будем теперь здоровы до самого так сказать окончания а нет и далее вдумайтесь в цифры сухой статистики каждый год по всему миру заболевает 10 миллионов человек каждый день заболевает раком 28 тысяч 89 человек из них сто шесть тысяч приходится на россиян в россии ежегодно умирает от рака 200 тысяч человек за последние десять лет случаем случаи заболеваемости увеличились на 23 и из 7 десятых процента это данная рост стата на 19-20 года я не пугая просто рассказываю вам почитайте короче разговариваю а вот интересная статейка кто может излечиться от онкологии кто может излечиться от онкологии какие качества должны быть и вот как раз привожу пять качеств которыми должен обладать человек для того чтобы излечиться от онкологии далее начинается непосредственно можно сказать книга глава 1 обзор методик лечащих онкологию современная медицина рассказываем как бы сказать ее вот что она предлагает далее пошли уже методики натуропатии это спиртово-масляная методика лечения рака методика шевченко в чем ее сила за против примеры третье противораковый бальзам агаркова примерно тоже что и спиртово-масляная методика тока здесь спиртовая настойка этого самого четверто керосиновая методика лечения рака ее особенности кто лечился как лечился какие результаты методика валерия тищенко это применение болиголова противопаразитарная причина рака и методики ее лечения то есть есть такая кто в этой области там как раз гильда кларк потом две наши женщины которые говорят что одна говорит что это трихомонады другая говорит да нет это вот может молочница быть очень интересная информация которая на которая побуждает не просто к размышлению а к действию метод бройса метод бройса метод бройса это с помощью соков 40 там сколько 42 дня метод этот и человек значит использует те или иные соки там чаи и прочее 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 по бройсу вот он говорит что он очень от многих исцелил в чем его сила как это происходит от чего там исцеляется метод амстронга с помощью голода и урины как это все делается кстати и описан метод лечебного голодания по войтовичу люди могут его использовать там без урины также понятно чем его сила когда можно использовать метод яна гулера вот интересно яна гулера значит все говорят что это там вот такая вещь вот такая вещь то есть причины разные называется а вот как раз ян гулер одной из причин считает это застарелые обиды переживания которые у человека накопились в эмоциональном плане и они начинают вызывать онкологию он сам болел онкологии очень интересно как он исцелился что он применял лечился официально потом видит что рецидив надо надо уже у свою голову включать иначе закопают вот его как раз и включил как он дошел до того что надо избавляться от обид от прощать людей как это делать методика дана его методика изложена вот многие говорят а как вот простит как вот простит как вот ну вот почитайте как вот простит вот как это делал он наконец-таки методика отсюда ниши уникальный человек предложил свою методику лечения онкологии на основе изучения десяти тысяч различных методик обобщения их вывел свою методику рекомендовал там и упражнения и прочее 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 и назвал причины наконец-таки уникальная статья о пищевой соде она вообще пищевой соде огромнейшая статья это уже я ее написал по различным источникам описал свой собственный опыт и естественно методика лечения онкологии с помощью пищевой соды что чё как кратко но это и тулио симончини врач онколог итальянский который с ее помощью пищевой соды лечил онкологию говорит любой там локализации и на любой стадии ну вот почитайте далее идет то есть круг лечения онкологии огромный огромный и вот важно из всего этого круга взять те методики которые бы вот к вам подошли методика лечения рака с помощью молитвы заговоров далее дополнение причинах и способах лечения рака вот тут по моему как раз я уже обобщаю рассказываю вот на что надо обратить внимание что именно с вами от чего там онкология у вас возникла потому что вот эта куча методик только раз а причины у каждого несколько свои как их выявить что делать глава вторая некоторые выводы об общении причины образования опухоли внутреннее строение опухоли в чем заключается вредное действие опухоли качественное отличие опухоли от здоровой ткани какие опухоли могут превращаться в раковые то есть вот человек должен знать с чем он столкнулся что у него происходит не понимая этого ну ну бесполезно знаете за что-то там браться далее применение глины в онкологии вообще питание по предотвращению от опухоли профилактика питания от онкозаболевания варианты программ борьбы с опухолями и наконец таки глава 3 я еще мог расшить эту книгу сделать еще более лучше но как говорится и так сойдет потому что такого вообще нету глава 3 опыт лечения онкологии онкология груди это уже практика пошла кто как излечился от мастопатии онкология яичников онкология матки кистозные болезни онкология легких онкология лимфатических узлов онкология щитовидной железы желудка горло родинки мочевого пузыря прямой кишки прочие виды онкология это связано там онкология в головном мозге онкология в костном мозге далее идут полезные дополнения такие например как вот смотрите какие какие-то полезные дополнения не просто знаете вот когда человек сталкивается со всем этим они он начинает как-то думать совсем по другому значит смотрите в полезных наполнениях техника медитации уменьшающая и снимающая боль при онкологии и других тяжелых болезнях, то есть вместо того, чтобы обезболивающе, можно попробовать вот так себе помогать. Далее, дыхательное упражнение их из хатха-йоги, восполняющую энергию, нужна энергия для того, чтобы бороться с заболеванием, а если ее нету, а откуда взять, а вот один из вариантов, первая техника дыхания, вторая техника дыхания, Наконец-то, техника релаксации с визуализацией, один из вариантов медитации. Данная техника медитации основана на знаниях по психоиммунологии, на том, что психологическое состояние человека оказывает действие на иммунные процессы, протекающие в организм. Упражнение по этому методу медитации выглядит вот так, вот, так, 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 для того, чтобы представляете себе отчетливо, как ваши белые кровяные шарики подбираются к тому месту в теле, где находится опухоль, высматривают опасные клетки и уничтожают их. Это целая армия белых кровяных телец, они сильные, очень воинственные белые кровяные телца, ну, белые шарики, выиграют это сражение. Да, у вас в организме разыгрывается сражение, и для того, чтобы его выиграть, в первую очередь, надо, вот, как говорится, чтобы была разведка, чтобы была аналитика, чтобы была информация по всему этому. И только владея информацией и правильно применив ее, а я как раз вначале и рассказал о том, кто может излечиться от онкологии, какие качества надо в себе иметь, помимо того, что деньги отдали их каким-то людям, которые вас начинают лечить и только требуют вот еще, еще, еще. Книга стоит...